Друзья, всем привет! Давайте я, наверное, в этом видео уже завершу рассказ о столе и бегло пробегусь по нему, покажу основные узлы соединения, что да как, возможности какие есть. Начну, пожалуй, с основного, с фундамента, то есть нижней части платформы у стола. Нижняя несущая платформа полностью собрана из доски. Что обвязка из доски, что днище, что вот эти несущие ножки. Доска толщиной 28 мм. Можно воспользоваться 30-кой, но вот что было в продаже, то и применил. Нижнее днище собрано на ламеле с дальнейшей проклейкой. Не обязательно сюда вот к этой обвязке приклеивать, можно просто посадить на саморезы. Далее ножка. Ножка склеивается тоже с обвязкой вот с этой. То есть происходит половина выборка, что здесь, что на самой ножке. И уже склейка. Это для жесткости конструкции. Вот эта вот перемычка, тоже из доски 28 мм толщиной, прикручена сюда на маленькие уголки небольшие. Ну, две рояльные петли, вам известны они. Крышки из фанеры. Колеса. Два колеса без стопора, два со стопором. Общая высота 100 мм. Крепление нижней перемычки для удержания полки происходит следующим образом. Сначала сверлим отверстие под тальп. Учитывается толщина шляпки болта плюс шайбу. Для того, чтобы здесь у нас болт был заподлицо с плоскостью доски. Далее сверлим отверстие сквозное в ширину и толщину самой шейки болта. Для легкого его прохождения. В самой доске сверлим отверстие уже, чем резьба. Для дальнейшего его накручивания в сам брусок. То есть, в самом бруске он сидит мертво, не крутится. В стойке ножки он вращается легко. Порядок крепления верхней части несущей ножки такой же, как и внизу перемычки. Все то же самое повторяем. Сверлим отверстие под тальп для головки болта. Далее сквозное для прохождения его. Здесь уже с нарезкой резьбы. Единственный момент. В этом узле мы применяем болты побольше диаметра. Не забываем, что этот узел у нас основной и несет всю нагрузку самой столичницы. После завинчивания болта в древесину в этом узле, чтобы предотвратить, скажем так, паразитное вращение здесь, когда будем пользоваться столичницей, опускать ее, поднимать, обязательно здесь закрепите гайку. То есть, накинули шайбу, потом умеренно затянули гайку. Дублируем такое же крепление, как у несущих ножек, на откидных. Здесь, здесь, там и там. Обвязка для столешницы сделана из той же самой доски, 28 мм, шириной 100 мм. и запилены со всех сторон на уз. Обрезки вот эти тоже самое, из 28 мм. Так, соответственно, дополнительно тут проклеено, посажены на ламели, можно на шканты, на доминошке опять же, и усилены уголками по всем четырем точкам. Обрезки также приклеены и посажены на саморезы. Пять, четыре, четыре достаточно выдержит, наверное. Обязательно нужна вот эта вот перемычка, скрепляющая из той же самой доски, 28 на 100, для вот этих вот откидных ножек. По отверстиям. С правой стороны на обвязке они по 30 мм диаметром, на ножках по 20 мм. Ну, по 20 мм понятно, почему. По 30 мм скажу попозже, с какой целью сделано. Хочу вам показать еще одну интересную деталь. Это регулируемый пятак для откидной ножки. В ней есть два интересных момента. Первый. Можно вручную, не напрягаясь, откручивать ее, а также закручивать. Соответственно, предусмотрена поджимная гайка. Отрегулировали. Все застопорили. И второй момент. Пятак может подстраиваться под любую плоскость вашего пола. То есть тут все зависит от неровности его. Из чего она состоит? Состоит она вот из такого профиля. Это инкро профиль. Ну, можно воспользоваться, вот у нас в России такой продают. Вырезается вот такая вот деталька. Здесь вклеивается заглушка. Кусочек вот такой отрезается, загоняется сюда болт. И вклеивается уже сам профиль. Все. Ничего как бы такого сложного нету. Ну, преимущество в ней очевидно. Это вручную регулировать легко. Ну и подстройка, соответственно, под пол. Ну, а теперь по самой системе крепления на всей площади столешницы, включая торцы. Как пользоваться струбцинами фистул, такими быстрозажимными. Вы можете найти мне очень много информации в YouTube. Также на форуме мастерового. Вставляем в отверстие. Укладываем деталь. Зажимаем. Зажимаем. И далее обрабатываем. Какие варианты есть? Очень много вариантов. Все они будут показывать и перечислять. Ну, так вот эти отверстия расчислены под ограничители. Вот такие. Ставятся вот в нескольких точках. Потом складываются детали. На них ложится погруженная шина. И уже торцуется. Так. Также вот эти вот предназначенные отверстия для фиксации заготовки в вертикальном положении. Приставляем сюда опять ограничитель. Профиль нам служит для струбцин как раз. И еще чуть позже покажу для чего. Заводит сюда струбцинку. Это я так образно показываю. Зажимаем. Допустим, там кромочку клеить. Или рубанком проходить. Это большие заготовки. Так, для чего нужен еще вот этот кромочек. Кроме того, что вот эти струбцинные можно ставить. Можно сделать вот такие. Взять, точнее, вот такие болты. Чтобы они не портили заготовку. На них одеть какие-нибудь колпачки. И вот сюда заводить. Они своего рода тоже являются ограничителями. Схожими вот с этими, что на ножках. Когда все оставляем. Для чего? Для того, чтобы ставить на них заготовочку. А для чего нам нужны вот эти большие отверстия. Чтобы можно было пользоваться, кроме фистуловскими струбцинами, обычными. Чтобы они все заводятся. Все зажимаем. И тоже с этой стороны можно повторить. Заготовка закреплена. Если они нам не нужны, даже необязательно их вынимать с этих отверстий. Можно просто вот так обставить. Все, они не мешают. Так, ну вот эти порчики, понятно, ничего. Так же можно, конечно, и без них воспользоваться. Если их вовсе не ставят. То вот эти отверстия у меня рассчитаны так, чтобы здесь есть зазор небольшой. То есть, если у нас струбцинку наклонить. Вот сюда. Вот, боком так немножко. То одна часть края ложится на сам профиль. Вторая поднимается и зажимает детали. Все крепко стоит. Если не пользоваться вот этими уборами. Ну вот, повесили, они не мешают. Так же хорошо в эти отверстия подходят вот такие вот прищепки автоматические. Такие прищепки есть у производителя Крэк. Очень хорошие, удобные, быстро зажимные. Завели сюда. Очень быстро зажали. Обработали. Там прошли, к примеру, домино. Фрезером. Перевернули. Перевернули. Все, отлично. Так же, если нам вдруг она сейчас не понадобится, не обязательно куда-то убирать и ящик складывать. Все, висит и не мешает. Работаем. Детали там красим. Если надо, вдруг понадобилось. Подняли. Зажали. Так. И еще. Еще куда можно применить. Для чего можно применить вот эти отверстия. Можно воспользоваться вот такими трубными струбцинами. Стандартные струбцины. Три четверти диаметра. Убираем заднее крепление. Оставляем отверстие. Все готово. Ширину вот эту. Вот эту ширину. Можно сделать настолько, насколько позволяет сама длина струбцины. То есть под заготовочку. Это, допустим, в таком случае, если здесь надо насверлить отверстие. Столешницу мы можем испортить. А на вису это очень легко сделать. Конечно, можно зажать и так. На край. Ну, или таким способом. Или какую-то другую операцию сделать. Далее можно воспользоваться, как обычным летисочком. А если еще одну поставить в трубцинку, то, в принципе, заготовка может по всей длине стола быть закреплена. Так, ну, вот это вот основные функции крепления, которые доступны на этом столе. Еще кое-какие, конечно, можно придумать, сообразить, пофантазировать. В самой конструкции стола все рассчитано так, что при открывании и закрывании исключены какие-либо заклинивания, скрипы и так далее. Ну, сейчас вот у меня в комнате вверх просто тишина. Каких-либо шумов нет. И давайте я вам продемонстрирую, как это непринужденно можно разложить его и сложить. Легко. Ну, как вы заметили, шума вообще нету, подклинивание тоже. Советую взять за основу эту конструкцию и сделать из себя мастерской.